Волжская ГЭС Это лишь страница учебника и те, кто 22 декабря 1958 года в 23.45 был на гидроэлектростанции. Объединяет их одно – любовь к Волжскому, городу, который в этом году отмечает юбилей. Когда я узнала, что сегодня Волжскому 65 лет, дочь моя поехала, я говорю, возьми меня, пожалуйста. Это мой любимый город. Всегда он очень зеленый, приветливый, чистый, опрятный. В зале рядом с первостроителями и почетными гостями представители региональной власти. Губернатор Андрей Бочаров от лица всех жителей Волгоградской области поздравил Волжан и рассказал о планах развития города. Сегодня в городе Волжсков непосредственно реализуется трехлетняя программа развития. Государственная программа развития Волжского должна стать серьезным шагом к модернизации инфраструктуры, дорожной сети, социальной сфере, здравоохранения, образования культуры и спорта, в вопросах комплексного благоустройства территорий и общественных пространств, в развитии всех отраслей и сфер жизни. Глава региона наградил почетными грамотами и благодарственными письмами лучших волжан, сотрудников и руководителей крупных предприятий, работников сфер культуры, образования, здравоохранения. Заслуженные горожане не смогли не отметить изменения родного Волжского, которые заметны в самых разных сферах жизни волжан. Если вы обратили внимание, и в центре города сделано очень много красивых сооружений для детей, открывается очень много спортивных комплексов и спортивных секций, я думаю, в любом случае дети свое отношение высказывают, участвуя в различных мероприятиях, посещая различные спортивные и другие общественные мероприятия. Отдельно руководство региона отметило общественных деятелей Волжского, тех, кто состоялся не только в профессии, но и в помощи другим. Мы занимаемся реабилитацией молодых инвалидов нашего города, и мы чувствуем поддержку и администрации, и волжан, мы воспитываем толерантность нашего населения. Все это получается благодаря тому, что люди у нас очень хорошие, добрые, помогают нам очень хорошо, помощь большой город оказывает. Волжский всегда гордился своими жителями. И неспроста. Среди волжан много успешных спортсменов, прославленных военных и деятелей искусства. Именно благодаря им о Волжском знают далеко за пределами региона. Сегодня мэр города и его команда обращаются к каждому гражданину, для того, чтобы сделать хоть немножечко жизнь каждого лучшей в этом городе. Ведь отсюда люди разъезжаются в разные города России, и они всегда частицу сердца своего несут туда. Ведь лучшие люди, приезжая в хороший город или в другой город, они как раз привносят то лучшее, что должно быть в общем в нашей стране, в нашей России. Два дня город Волжский отмечал свой юбилей. За это время около 250 творческих коллективов региона поздравили волжан. Особым подарком стали выступления приглашенных знаменитостей. Для почетных жителей Волжского спела народная артистка России Лариса Долина. Певица исполнила как блюзовые композиции на английском языке, так и полюбившиеся всем российские песни. День Волжского подошел к концу, но атмосфера праздника останется надолго. Волжане уверены, город, где важен каждый, будет расти и развиваться. Валерий Рязаев, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1».